Здравствуйте, в эфире Медиа Депо, совместный проект РЖД ТВ и Гудка, гость нашей студии Алексей Гром. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Хочу поговорить, естественно, об изменении структуры грузопотока, чем обусловлен рост транзита на сегодняшний день, на какой отметке зафиксировались. И все-таки ситуация по Европе меняется тоже в лучшую сторону или нет объемы? Добрый день. У нас в очередной раз изменилась действительно ситуация. Ну, на самом деле, для нас это не в дикоинг. У нас с 2016 года постоянно вот эти вот качели происходят. То по направлениям Восток-Запад, Запад-Восток меняется балансировка, то по видам сообщения, когда снизились перевозки транзитные, но увеличились перевозки, которые тоже в целом транзитные для российской железной дороги, но нетранзитные, например, для белорусской железной дороги, которая является нашим тоже акционером. Сейчас мы констатируем, наверное, где-то с декабря месяца прошлого года, ну, достаточно резкий рост объема перевозок транзитных, в первую очередь, из Китая в Европу. Если в среднем по сети, вообще в коридоре Китай-Европа-Китай, рост составляет где-то порядка 70%, то у нас он превышает, он на самом деле более чем в два раза увеличился. В прошлом году, просто для примера, мы возили где-то от 15 до 17 тысяч ДФЭ по нашему маршруту, это было где-то 30% от общего нашего объема перевозок в наших сервисах. Сейчас этот объем превышает уже 30 тысяч ДФЭ в месяц, по-моему, по маю месяцу он составил даже, по-моему, в районе 35 тысяч в месяц, то есть это уже больше 50%. Конечно же, такие перекосы, они существенны для инфраструктуры, они требуют решений, самое главное, действий для того, чтобы сбалансировать эти контейнеропотоки. Ну, еще раз говорю, что для нас эта ситуация не впервой. Основной рост, конечно, приходится на перевозки из Китая в Европу. Здесь, помимо того, что этот маршрут давно зарекомендовал себя как безопасный, эффективный, конкурентоспособный, здесь еще и нестабильная ситуация в Красном море. Она тоже, в общем-то, помогла, в кавычках, вернуть этот транзит на железную дорогу. Кроме того, опять же, вот эта вот сложная ситуация в Красном море, она привела к тому, что цены на морские перевозки увеличились, можно сказать, кратно. Если вы сегодня обратитесь к операторам морских линий, то, скорее всего, вы сможете отвезти контейнер, например, из Шанхая в Роттердам за 7 или даже, может быть, 8. Даже я слышал, что уже более 8 тысяч долларов – это, на самом деле, пиковые значения, которые были в допандемийный период, когда и морские индексы резко возросли, и стоимость общая возросла. Поэтому ситуация снова для нас интересная, требует, как я уже сказал, решений и совместных действий с акционерами, с партнерами. Рост в целом, конечно же, это хорошо, но когда этот рост преимущественно идет в одну сторону, это, конечно, требует дополнительных и договорных, каких-то новых договорных подписаний, и маркетинговой деятельности, и технологического преобразования процесса перевозок. Многое. Все вместе. Сейчас об этом поговорим, но небольшое уточнение. Все-таки Европа не растет такими темпами сегодня, Илья Николаевич, и здесь именно политическая ситуация влияет по-прежнему. Конечно, конечно. Сказать, что она совсем не влияет. Конечно, мы всегда настраиваемся на то, что вот мы занимаемся бизнесом, да, и наши отношения с европейскими коллегами, они, ну, когда мы коммуницируем, да, мы говорим только о бизнесе. Мы не отходим в сторону там политических каких-то... Главные клиенты европейские у вас есть сегодня? Клиенты у нас есть. Их объем не растет. Некоторые клиенты взяли паузу. А вот, конечно же, это давление. Причем, ну, в таких личных переговорах они говорят о том, что мы понимаем, что мы хотим вернуться. Ну, вот если сейчас мы вернемся, мы волнуемся, что мы вот попадем опять же в эти санкционные листы. Ну, не все так рассуждают. Есть клиенты, которые с нами остались. Конечно, они это не публикуют в своих средствах массовой информации. Вот. Но при этом они увеличивают свою долю. Ну, вот сейчас какая-то отметка. Не буду их называть, но это клиенты преимущественно из, как говорят сегодня, недружественных нам стран. При этом наши отношения продолжают оставаться в таком достаточно позитивном, конструктивном, что называется, режиме. И мы, несмотря ни на что, мы строим планы, в том числе и на развитие с них. Вот по объемам из Европы в Китай, какое сегодня количество идет? Ну, чтобы, так сказать, не залезать совсем уже в какие-то абсолютные цифры, я скажу так. На 100 контейнеров, которые следуют из Китая в Европу, в обратном сообщении следует где-то от 15 до 20 контейнеров. То есть процент балансировки сегодня 15-20%. Для нас это мало, конечно же. Я напоминаю, что и в пандемию, и в допандемийный период у нас уровень балансировки доходил до 75%. И это, кстати говоря, важный очень фактор, позволяло нам оптимизировать цену на наши услуги, в том числе для наших клиентов. Да, вы говорили об этом. Тут нужно понимать, что мы несколько раз снижали цену на услуги по перевозку из Китая в Европу, из Европы в Китай. Сейчас ситуация другая. Сейчас уровень балансировки уменьшился. Я думаю, что клиенты понимают, что в данных условиях, может быть, мы даже прибегнем к не очень популярной, но тем не менее неизбежной такой рыночной ситуации, как повышение ставок на перевозку в каком-либо из направлений. Такие решения обсуждаются сегодня. Понятно, что мы не будем их принимать самостоятельно, потому что мы их всегда принимаем по согласованию с акционерами, с партнерами, с нашими сопредельными железнодорожными администрациями. Но здесь, кто вообще логистикой занимается, тот понимает, что если рост идет преимущественно one-way, то мы туда должны вкладывать в том числе затраты на возврат подвижного состава в обратном направлении. Тогда давайте теперь как раз вот этот one-way обсудим. Вы говорили о технологических решениях, которые сегодня требуются. Все-таки бурный рост, у него должны быть еще и такие, я не скажу, что это знаки минуса, но вам необходимы поиски решений, что вот было 10, а стало там 120. Также и здесь было меньше, а стало больше. Подвижный состав проговорить. Ценовая политика, когда вы сказали, требует ряда до согласования, до подписания между тремя администрациями. Что вы имеете в виду? На каком этапе вы сегодня находитесь? Чего хотелось бы достичь в политике согласования между Россией, Белоруссией и Казахстаном? И все-таки по подвижному составу. Мы сейчас читаем информацию о том, что дефицит контейнеров у нас, причем не только, да, это не Российская Федерация, там и Китай, и СОЭСы голодит свою роль. У вас какая ситуация? Ну, вы знаете, дефицит контейнеров в одной локации, а в другой локации профицит контейнеров. Поэтому, конечно, вот эта вот балансировка, да, она очень сильно влияет и на объем бизнеса, и на тарифную составляющую. Вам надо больше вагонов сегодня? Идеально, когда у нас балансировка 100%. Тогда мы можем снижаться, мы можем оптимизироваться, мы можем разрабатывать технологические схемы перевозочные, но какие-то оптимальные для такого уровня балансировки. Но в реальной жизни мы должны понимать, знаете, как говорят, искусственный интеллект искусственным интеллектом, но человеческий интеллект тоже никто не отменял. Поэтому мы должны принимать какие-то решения, в том числе для того, чтобы сбалансировать этот вот объем перевозок по направлениям. На протяжении трех лет наша компания работает практически очень близко к максимуму сквозной пропускной способности. Я хочу напомнить, что в 2020-2021 году, в два пандемийных года, мы практически удвоили объем по сравнению с 2019 годом. Достигли хороших результатов, почти там без малого 700 тысяч ДФЭ, я сейчас говорю общий объем. Конечно, он там менялся по видам сообщения, но тем не менее 700 тысяч это, я считаю, что такой хороший достойный результат. И это в какой-то степени спровоцировало даже наших акционеров и наших партнеров заблаговременно начать думать о том, а что же завтра, как мы дальше будем это развиваться. И мы видим, что, например, наши казахские акционеры, они активно сейчас строят вот этот вот второй путь на участке Достыкмойнта, примыкающей к китайской инфраструктуре. И это, конечно же, приводит к сокращению пропускной способности. Поэтому мы ищем там возможности технологические, как максимально использовать инфраструктуру даже в условиях вот этого строительства и путевых окон. И как решение, в качестве решения мы совместно с Казахстаном Тимиржалы нашли возможность использовать пороженний рейс полувагона, для того, чтобы загружать туда контейнер на инфраструктуре терминала, казахстанского терминала на станции Достык, довозить его до тылового терминала, ну, скажем так, промежуточного терминала, там переваливать его на фитинги. И таким образом мы две-три нитки сохраняем каждый день и увеличиваем объем перевоза. Ну, опять же, тут нужно отметить, что когда у тебя объем заявок увеличивается на 70-80, тогда в два раза, даже если у тебя сокращается другой вид сообщения, ну, это разные сообщения. Импорт и транзит требуют пересмотра и расхода вагонов, и технологических процессов, и договорной деятельности с клиентами. То есть нельзя сказать, что, в общем-то, объем не изменился. Нет. Если он у тебя изменился по видам сообщения, значит, требуется принимать решения, и мы эти решения сейчас принимаем. Мы добавляем парка подвижного состава. Именно платформы, да? Да, фитинговые 80-футовые платформы. Это достаточно непростая задача. Как добавляется, Алексей Николаевич? Сколько своих и сколько добавляется? Вот потребность сегодня. Ну, пока мы добавляем сторонний парк, потому что в соответствии с договоренностями акционеров, опять же, у нас наш собственный парк пока остается на прежнем уровне, где-то порядка 3,5 тысячи вагонов. А вот добавляем внешнего парка. В каком количестве? Я думаю, что мы добавим вот за, наверное, 1-2 месяца добавим, наверное, тысячу платформ. Думаю, что для этого будет, пока будет достаточно, вот для тех объемов контейнерных поездов, и с учетом той движенческой ситуации, которая связана вот именно со строительством путей, с технологическими какими-то инновациями. Вообще, вот такое изменение объема перевозок, или перетекание его с одного сообщения в другое, это серьезный такой, можно сказать, стресс-сценарий для любой инфраструктуры. Но в связи с тем, что все-таки наши акционеры, наши партнеры за последние годы, за 3-5 лет, все-таки пытались создавать резервы этой пропускной способности, мы, несмотря на такое глобальное изменение, мы все-таки работаем, продолжаем работать на высоких объемах допандемийных. Я все время говорю допандемийных, потому что... 2019, да. Да, 2019 год, ну и так далее, 20-е и 21-е. Сергей Николаевич, финальное. Хочется проговорить ожидания по итогам года. 700 тысяч ДФЛ. Уже сейчас понимаете, что да? Или? Ну, конечно... Но вы этот отметок всегда называете? 700 тысяч – это наша, наверное, главная операционная задача на этот год. Я думаю, что она достижима. Я думаю, что даже можно подумать к четвертому кварталу, как будет изменяться ситуация, путевые окна к этому моменту закончатся. Я думаю, что, может быть, там даже мы немножечко улучшим свой прогноз. Но 700 тысяч – это то, чему я и мои коллеги в компании будут рады. Я думаю, что наши акционеры и партнеры разделят с нами эту радость. Спасибо огромное. Пусть так и будет. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да, и вам.